Кулинарный проект Мы покажем вам еще один интересный рецепт вкусного праздничного блюда Ну и как всегда, рядом со мной наш замечательный шеф-повар Шеф-повар гипермаркета 2, Игорь Голев Игорь, привет! Привет, Кать, поздравляю тебя с праздником Спасибо! И вот как раз сегодня мы будем готовить женский тропический салат с морским гребешком Ну давай, будешь удивлять нас опять, как обычно Скажи, пожалуйста, этот салат смогут ли приготовить мужчины? Поскольку в праздник, ну, совсем не хочется стоять у мордов... Да, этот салат чисто готовят только мужчины Женщины готовить его не смогут Хорошо, давай, с чего мы начнем? Ну, конечно, мы у нас... Пройдемся, да, вкратце Морской гребешок, основной градиент, который у нас будет, соответственно... Тропические фрукты Из тропических фруктов это авокадо будет, плод авокадо Это будет дыня У нас очень будет интересная подача Соответственно, мы взяли листья салата У нас здесь как раз и салат Маше с салатом Радича У нас здесь зеленый базилик У нас здесь есть мята, лук-порей, лайм, мед, кедровый орешек Ну и приправы, и новый такой ингредиент, который мы салаты никогда не использовали Это будет устричный соус, настоящий устричный соус Так, ну хорошо, до него еще дойдет очередь Давай, с чего будем начинать, я все-таки тебе немножечко помогу Первое, что нужно сделать, это разогреть хорошо сковородку На которой мы с вами будем обжаривать морской гребешок Многие спросят, конечно, какой же соус будет к этому салату? Сегодня в качестве соуса все-таки это... Майонез? Нет Светажа Женщинам дать... нет Берем высшее, мы будем использовать вот такой вот цвет маскарпоне То, что женщины любят Да? Может быть, не все пробовали, но вот как раз будет возможность мужчин побаловать Наш такой деликатес на салат морской гребешок, авокадо, дыня и как раз сыр маскарпоне Хорошо Ну что ж, добавляем оливковое масло Хорошо сковородку нужно разогреть Ну, не то, что прям хорошо, просто разогреть ее, да, 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 нужно, чтобы она была горячей Морской гребешок Морской гребешок в каком виде продается? Он продается в замороженном виде Так, что с ним можно сделать? Просто дефростировать Что сказал-то? Просто разморозить Разморозить можно поместить в холодную водичку, ни в коем случае не заливать кипятком Иначе вы его сварите, и он превратится у вас в кашицу Морской гребешок Вот мы берем его буквально Очень ценный продукт На четыре части я вот так разрежу Он меньше делать это не нужно Как раз нас получится Ну, где-то на четыре, где-то вот Во-первых, морепродукты, в них очень много витаминов, да Они очень, во-первых, они полезные Во-первых, они полезные Содержат много разных аминокислот, которые, между прочим, очень полезны женщинам Поскольку сохраняют всю нашу красоту и продлевать молодость Мужчинам тоже, я бы сказал И мужчинам тоже Вот в этот момент мы начинаем резать лук-порей Начинаем Лук-порей Так, как, накладить Это надо сделать быстренько Вот наполовиночку и вот так вот меленько-меленько мы это делаем Маскогребешок готовится очень-очень быстро Вы сейчас сами в этом увидите Это же натуральный белок, стопроцентный Все верно Он быстренько свернется сейчас и все будет на здоровье Вот видите, я взял лайм Обязательность нужно использовать лайм Не лимон, а именно лайм И выжимаем сок лайма Так Выжимаем сок лайма в наш гребешок Хорошо-хорошо выжгли целую половиночку Правильное классическое сочетание морепродуктов и лайма, либо лимона В данном случае лайма Теперь, так как мы уже нарезали Скидываем, да? Да, сбрасываем сюда лук-порей Вот то, что ты как раз этого будет достаточно Хорошо, и это тоже? Это вот, вот это все, да-да-да, это будет достаточно У нас, в принципе, вот можно сказать, гребешок у нас практически уже готов За счет того, что мы ускорили процесс Буквально минуту Да, в белок добавили кислоты То есть сок лайма, да, соответственно, размягчился И он уже практически готов Сейчас мы обжарим так же, чтобы у нас мягким стал непосредственно лук-порей Лук-порей очень хорошо в салатах, да, мы частенько его использовали Прекрасно, да Но именно в такое сочетание, как мы используем сейчас Смотрите, сейчас мы используем приправа Лайм-мята Мы ее частенько иногда использовали, к рыбе даже использовали К рыбе, морепродуктам, креветкам Вот как раз-то морской гребешок Я был в выборе, что использую, креветку или морской гребешок Но так как мы много показывали разновидностей с креветкой Еще раз все-таки показать морской гребешок Вот смотрите, лайм-мята уже аромат такой пошел, да, уже Я думаю, что любая женщина оценит этот вкус лайма-мята Именно такое дамское сочетание И вот теперь, смотрите, педровый орех Я именно немножко обжарить его, да, чтобы обжарить Вот еще один продукт для поддержания молодости и красоты Орехи очень полезны для нас Его, конечно, можно кушать так, но с обжареным он намного-намного вкуснее Чуть-чуть добавляем соли, присолим, чтобы это пресноватым у нас не было И вот как раз тот продукт, который... Устричный соус Ну-ка, ну-ка, дай мне его, по-другому Еще хочу сказать про устричный соус Это тот соус, который идет не к устрицам, а именно... Вот многие путают, да, многие путают устричный соус Вы знаете, как у вас продают устричный соус? А нету устриц Он именно из устриц, он может использоваться к мясу, к рыбе, к салатикам как раз Но это продукт такой, вот соус из тайской кухни Да, 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 да Вот немножечко мы его добавили Так вот хорошо это все перемешали Обязательно чуть-чуть Прогрели его нужно чуть-чуть, но свою пикантность, да, и свое... Вот он придаст обязательно Немножечко смеси пяти персов, чуть-чуть Традиционный соль, перец, ну и вот экзотическая приправа лайнеря Вот такая основа, как бы она, кажется, маленькая такая, но это как бы все-таки основа нашего такого салата будет У нас еще тут вот сколько презентов У нас много всего, да, но вот основу мы уже приготовили Ну и так, я смотрю, у нас уже появилась тарелка Да, как бы мы берем вот это вот, то, что мы сейчас пожарили, пока это все теплое Сбрасывай в такой, ну, салатник, да Салатничек, да, да Салатничек, чтобы удобно было перемешать все это Что дальнейшие действия, какие мы будем делать Как я и говорил, сыр маскарпоне, да Чтобы получить его, чтобы немножко как соус из него сделать, да Нужно вот в горячую вот эту теплую массу его добавить Чтобы он немножечко там все это, ну, немножко как бы рассадит Рассадится, конечно, конечно Ну, давай напомним, сыр маскарпоне используется где? Ведь не только в десертах, хотя к ним он очень хорошо подходит Это и морепродукты, да И морепродукты, это и... Овощи, фрукты тоже готовят сыром маскарпоне, добавляют его в салаты То есть отличный... Очень много, конечно, конечно Соуса, да, сыра Не пугайтесь, вкус у него вовсе не сладкий, не притерный Поэтому очень подойдет Вкус нейтральный, нейтральный сливочный, да, сливок Вкус именно... Вот смотрите, вот можете так все перемешивать Смотрите, у меня уже образуется такая вот, как бы, вот Как раз, как ты сказала, но и подумаешь, что это майонез Но ни в коем случае это не майонез Майонезом что, мы перебьем весь вкус, да Да, и у нас будет не салат, а какой-то сплошной один майонез Поэтому нам это делать ни в коем случае не нужно Ну что ж, теперь потихонечку будем добавлять Да, да, да То, что нам... Авокадо Авокадо Добавим авокадо Вот еще один продукт красоты мы используем авокадо У нас уже был гребешок морепродукты Кедровый орех И вот сейчас авокадо все так подходит В общем, дорогие женщины, съедите этот салат и сразу помолодеете и похорошеете Во-первых, это очень вкусно, потому что мы сейчас все готовим Полезно, питательно Ну, мы всегда стараемся подобрать такие иридиенты, именно натуральные Перемешаем? Да, перемешаем Что, что надо сделать следующее? Мы возьмем дыньку, вот взяли дыньку, маленькую разрезали ее так Как я и сказал, что у нас будет немножко необычно, тропически Мы как бы и подача у нас будет такая тоже немножко необычная Ну и праздничка Да, раскроем карты, да, мы будем в этой дыне и подавать наш салатик Для этого что нам нужно сделать? Сначала нужно ее вот так вот очистить Да, да, да Ну, а если вы совсем не умеете готовить, пусть это вас не огорчает Приходите сюда, в гипермаркет твой, а здесь существует собственное производство Салаты, первые блюда, вторые блюда, десерты, даже хлеб пекут в гипермаркете твой Каждый найдет, что ему по вкусу Мякоть мы тоже будем в салате использовать Конечно, а как же Повешем Ну, вот хочу сказать, что несмотря на то, что только начало весны, а мы используем такие экзотические продукты И все их можно практически круглый год купить в гипермаркете твой Дыню мелко Мелко, да, чтобы она с соком, да Это именно сердцевинка, она самая сладкая, поэтому она придаст Перемешиваем Да, перемешиваем Теперь нужно добавить сюда мяту Листочки мяты Мы даже не листочки, мы ее порежем Не будет такой красоты, как мы обычно делаем Так Все это сюда Ну, мне кажется, мы очень быстро приготовим этот салат А я напомню, что сегодня мы готовим праздничное блюдо Женский салат с тропическими фруктами И переходим к следующему этапу Игорь, что мы делаем дальше? Мы берем обыкновенный мед, цветочный мед Кладем его в емкость И нам нужно ее нагреть Это будет некий соус в наш салат? Ну, я бы не сказал, что это соус такой Это как бы дополнение Дополнение Это дополнение будет Назовем это дополнением Дополнение мед Нагреваем Буквально немножко также добавляем масло Оливковое масло Чуть-чуть прямо это делаем Нужно, чтобы не было горячим Но мед немножко разошелся То есть градусов до 50 нам придется это все сделать Чтоб у нас мед немножечко-немножечко с вами Вот такая вот дыня у нас получилась Такой салатничек Съедобный, надо сказать Что еще будем в мед мы добавлять? Мы добавим только немножечко смесь пятиперцев Там уже это можно сделать Мед и перец Да, мед и перец Странно, я считаю Не болеть, не болеть, не болеть Все, в принципе, достаточно Что теперь я хочу сделать? Вот наша вот эта вот дынька Которая стоит Мы ее прям Немножечко А, пропитаем дыню вкусом Да, как бы вот так вот возьмем ее Как бы дыню сделаем еще вкуснее С разных сторон ее Слаще Слаще, да, да Женщины на самом деле любят сладко Они просто об этом не говорят Они втихаря его кушают И немножечко мы добавляем это в наш непосредственно салатик Меда Демножко меда не помешает Мешает Мешает, да У меня сегодня вот ответственная очень миссия Все перемешиваем в чайник Салатик, вот такой вот салат Что это за салат? Салат Маше Называется очень вкусный такой салат Ключатукава, он не горчит Немножко сладковатый Вкусно себе, Игорь В общем, очень вкусно мне, да Добавлю чуть-чуть его А это все, салат у нас уже готов Можно сервировать это блюдо на тарелке? Практически можно сервировать это блюдо на тарелке На тарелку, я бы сказал Да, так это все мы красиво укладываем В нашу съедобную дынную вазочку Да, дынная вазочка очень хороша Вместо цветов Цветы поставил, завяли А тут салатик съел И хорошее впечатление Скажи, пожалуйста, Игорь А чем ты свою супругу удивляешь? Что ей обычно даришь на 8 марта? Ну, как всегда цветы, конфеты Сувениры, подарки интересные Между прочим, вот социологи провели исследование Перед 8 марта И вот что интересно Цветы стоят на первом месте В рейтинге популярности подарков На втором месте парфюм На третьем месте Лучшие друзья девушек Это бриллианты Ну, и на четвертом Это, конечно, шоколадное изделие Торты, шоколадки, конфетки Все это мы очень любим Ну, а вы пока посмотрите Нашу специальную рубрику Удачный выбор В ней я рассказываю о тех продуктах Которые можно купить в кипермаркете Твой по специальной цене Иностранцы, побывав в России С ужасом рассказывают дома Русские едят мороженое 30-ти градусный мороз Причем на улице Что же такого полезного в этом лакомстве? Обратимся к истории Мороженое – древнее лакомство Его изобретение уходит во времена Древнейших цивилизаций Азии Мороженым восхищались Александр Македонский, Наполеон и Джордж Вашенко Любое мороженое – это охлажденная эмульсия Из молока или сливок Иногда яиц С добавлением фруктовых соков И других добавок Орехов или карамелев Когда-то давно в Японии В мороженое добавляли даже кусочки рыбы И морепродукты Поговорим о пользе лакомства Мороженое – достаточно ценный продукт Он содержит порядка 100 полезных веществ Это аминокислоты, жирные кислоты, минералы, витамины И большое количество кальция Что очень полезно для детей И еще один интересный факт При употреблении мороженого Организм человека вырабатывает серотонин – гормон счастья Поэтому, съев мороженое, ощущаешь прилив сил и энергии Теперь о калориях Основные представители молочной группы Сливочная, молочная и пломбир Самый калорийный из этой троицы Пломбир Его жирность в среднем 12-15% В сливочном до 10% В молочном еще меньше всего 3,5% жира Совсем нет жира В плодово-ягодном, мороженом и фруктовом льде Их делают из свежих и замороженных фруктов и ягод Натуральных соков, повидла и джемов Еще одна опасность мороженого Вредные химические вещества Стабилизаторы, эмульгаторы, синтетические красители и ароматизаторы Их добавляют для того, чтобы продукт выглядел привлекательно и имел приятный вкус Но так делают не все производители Настоящие свежие сливки, ягоды, фрукты, шоколад и прочие натуральные ингредиенты Всегда стоят дороже, чем полуфабрикаты, концентраты и красители Поэтому обращайте внимание на цену мороженого Так есть мороженое или нет? Ответ очевиден – конечно есть Главное – выбирайте качественный продукт и не злоупотребляйте им Ну и так, смотрите, у нас уже все готово Праздничный салат к праздничному столу Да помни, как называется наше блюдо? Бамский салат с моским гребешком и тропическими фруктами Все очень экзотично Уверена, у мужчин получится это приготовить Записывайте скорее рецепт Салат с моским гребешком и тропическим фруктами На этом наша программа «На твой вкус» подошла к своему завершению Улыбайтесь, радуйтесь весне и красоте И готовьте вкусные оригинальные блюда От имени лица всех мужчин гипермаркетов Поздравляем всех женщин с замечательным праздником 8 марта Желаем здоровья, любви Ну и чтобы ваши любимые мужчины всегда вам готовили то, что вы любите И вас это радует Мы с вами увидимся через неделю Всего доброго и до встречи на Арктик ТВ Пока Пока